Ну и уже по традиции, после распаковки, вся упаковка достается КТ. Смоки, как ты себя чувствуешь? Всем привет, друзья! Обзор на эту лошадь вы уже видели у меня. Если не видели, то вводите в поиск на ютубе «Закупать Майнкрафт» и смотрите мои обзоры на игрушки Майнкрафт. Давай, Миланс, выгружай. Хопаньки, у нас первый кубик и второй кубик сегодня на распаковке. И стоят такие кубики, ну как бы недешево, в детском мире купил за 850 рублей один такой. То есть вот 2700 рублей его там и стоили. Но это распродажа, то есть по идее это выгодная акция. Давайте начнем распаковку с кого? С волка или с... А тут непонятно, тут будет прям то, что нарисовано. То есть здесь у нас должен был выпасть next, next, хекс. Здесь должен быть хекс, давайте хекса отложим на потом. А здесь у нас должен быть хекс. А, волк, вот, тут написано волк. Скорее всего здесь будет волк. Ну да ладно, по идее тут должно быть именно то, что тут нарисовано. Давайте открывать. Обожаю фигурки всякие, майнкрафты. Я в майнкрафте не разбираюсь, но люблю именно их мерч. Да. Очень плохо открывается, она не тянет. Ну что это такое? Ну как всегда. Все понятно. Я хотел открыть это аккуратно, как сундук. Но он, как всегда, не открыт. Да что ж такое? А ну ты еще одна коробочка. Да, внутри коробки, смотрите. Внутри коробки еще одна коробка. О, вот так это выглядит. Очень странно. А, это большая фигурка здесь. Да. Я думал, что это какая-то маленькая фигурка. Не понял. Было написано 20 сантиметров. Это да. Это помнишь, я пока снимал обзор на этого, на большого Стива. Да. А теперь появились большие фигурки. Майнкрафт. Ну-ка. Афиг. И у него открывается голова. Что? Нет, закрывается. Смотри. Это как сборная модель. Это просто не той стороной. А, да, вот. Ага, ничего себе, вы видели? То есть она как будто бы на магнитах. Все, я ее захлопнул и все, она не открывается. Здесь написано Мотел, 20-й год, сделана в Китае. И вот такая голова вот этого чувака. Очень странные штуки. Я бы себе такую не купил. Только ради обзора, только ради ваших лайков покупаю такие штуки. Потому что, чтобы вы не тратили свои деньги, если вам эта штуковина не понравится. Так, это, по-моему, у нас туловище, да, его? А как его правильно собрать? Там есть инструкция? Что-то я выкину. Где передняя нога? Смотрите, тут это называется прям собери сам. Рубрика о чумелой ручке. Вот это перед. Ну-ка возьми, коробочку там нарисована. Вот так. Коробочку возьми. А, вот, да, можно здесь посмотреть. Так, получается, вот это перед. Сюда мы вставляем голову. Это очень тяжело. Ребенку будет очень тяжело это собрать. Да. О! Слушай, очень плотно вставляется. Но это реально огромная фигурка, слушай, народ. Так, потом нога. Здесь написано, должна быть справа вот этот кубик. То есть кубик спереди должен быть, видите? Оп, все, собрал. Я собираю по картинке. Не надо потом мне писать в комментариях, ты не разбираешься, ты не так сделал. Смотри, это, это лего Майнкрафт. Это лего огромный Майнкрафт. Я первый раз. Так. Руки какие? Руки одинаковые, вроде без разницы, какую куда вставлять. Да, какую куда вставлять. А что это оно не вставляется? Значит, другой стороной. А, да, смотрите, они подходят. Вот это толще, а вот это уже. О! Все! Смотрите, какой прикольный чел у нас получился. Офигенный! Мне он очень нравится. Он прикольнее, чем большие фигурки, которые просто большие, которые не сборные. Но он какой-то поцарапанный, кстати. Качество могло бы быть получше. Хотя всего-то 800 рублей, это даже дешевле, чем большая фигурка. Это фигурка 20 сантиметров. Видите, вот моя рука. Вот так она его закрывает, прям огромный. Да, вот детская рука по сравнению с ним. Ну, зато его можно посадить вот так себе на стол. И он будет у вас смотреться такой. И ему даже можно давать какое-то оружие. Но где взять... Кто знает, где взять такое оружие? Это прям большое оружие. У нас такого нету. О, будет вот такую лошадь. Прикольный, вообще офигенный. Да, он может лошадь... Вот посмотрите по сравнению с фигуркой Майнкрафта. Вот. Ладно, неплохо смотрится. Мне прям очень нравится. Держи, Милан. Давайте продадим на Авито, да, Миланова? Нет. Тебе оставить? Да. Фигурку себе оставил, а волку я себе. То есть ты все себе оставишь? Нет. А человечеку можешь подать. А, человечек тебе не надо? Да. Или разыграем его среди подписчиков? Если гайз... Ну, мы разыграем, если они соберут за неделю 3000 лайков. Пока вам ни разу это не удалось. Никто не успевает за неделю набрать 3000 лайков. Представляете? А давайте я тебе открою. Поэтому я не делаю никакие конкурсы. Так. Как-то тяжело прям открывается, слушайте. Кажать, можно? Итак, сейчас мы проверим, кто сильнее. Волк-оборотень или вот этот Халк. Хэк. Хэкс, как его зовут? Странное имя у него. Это собака. Вот так стоит. Смотри, тут есть инструкция. А у него не было. Смотрите, впервые есть инструкция. Типа, наверное, это сложный конструктор. И положили инструкцию. Ладненько. Распаковываем его. Очень тяжело запечатаны. Если вы прям малыш-малыш, которому 3 годика... Да, если ты смотришь, тебе 3 годика, то тебе будет тяжело собрать такую фигурку. Надо будет попросить родителей, потому что очень плотные детали. Если же тебе, как мне, за 30 лет, то помоги сыну собрать. Не будь жлобом. И девочки. Или девочки. А тебе нравится? Мне кажется, девочки не особо фанаты Майнкрафта. Девочки, наверное, любят что-нибудь другое. Вот ты что любишь, кроме Майнкрафта? Роблокс ты любишь больше, да? Да. Мне кажется, девочки больше любят Роблокс. Еще я люблю машинку Hot Wheels. Да? Ну, как это странно. Да. Я половина девочка, половина маленькая. Ты оборотень в погонах. Так, смотрите, берем вот эту часть. Здесь написано Мотелло, 20-й год, сделано в Китае. Потом сверху берем вот эту штуку. И вставляем вот сюда. Ой, как плотно защелкивается, слушай. Получается вот такой, как будто фуру собираешь, я не знаю прям. Так, теперь волка сюда насаживаем. Оп. Это собака. Он прям очень плотно. Вот тут не хватает каких-то робо... Нет, там написано Волк было на коробке. А почему тогда ошейник? Ошейник... Да это не ошейник, это у него просто такой этот... Он упал в волшебное зелье в детстве. И измазался в шею в волшебное зелье. Так, а где хвост? Хвост как ноги выглядят, да, я так понимаю, они одинаковые? Тут написано R, L, а как понять? А, вот написано, да. А на хвосте ничего такого не написано. Вверх вот этой пирочкой... Пирочкой... Странно, тут написано вверх, но тут я вижу, что надо вниз, наоборот. Оп. Не влазит. А где-то не то. Может быть не то. Так, это правое. Вот написано R. Давай сюда, будем это оставлять поочередно. Так, то есть правое написано R. То есть вот у нас волк стоит. Вот эти штуки R. Вот. Она должна быть справа. Вот сюда. О, все, нормально, зашло. Так, здесь ничего не написано. Здесь написано R. Это опять вот это, дальнее. О, зашло. Теперь тут написано L. L должна быть вот это. О, нормально. Да, они разные прям все, слушайте. Вы не перепутаны. То есть они будут тяжело заходить. О. Не понял, что он вылазит оттуда. Его чуть-чуть наклоняешь, и он сразу же вылазит. Смотрите. Как-то непродуманно. Чуть-чуть наклоняешь, а вот это не вылазит. А почему так? А вот это выскакивает. Вот это не та. Нет, тут написано L. Это тоже выскакивает. Очень странные ноги. Ноги мне не нравятся. Какие-то прям вылазят, хорошо залазят. Какие-то прям постоянно выскакивают. Но по идее... Вот видите, опять выскакивает. Не, мне это не нравится. Волк мне не нравится. И хвост. Как тебе хвост загнать туда? Так не залазит. А вот так? О, все. Диолет. Опять ноги вытаскиваются. Да что ж такое? Вот эта нога не выскакивает. Вот эта нога не выскакивает. Вот эти ноги, левые. То есть левые ноги постоянно выскакивают. Что-то вот с ними не то. Может быть вот так перевернуть? Да. О, все, я нашел. Если у вас выскакивают ноги, переверните их. Смотрите. Вот так переворачивайте. Все. Иди... О, слушай. Все. Смотри, он даже может сидеть и на попе лазить. Знаете, когда собаки на попе ползают? Он даже так может делать. Ну, посмотрите, какой лапа. Офигенный. Мне прям нравится. Милан, ну что? Кто тебе больше понравился? Халк или Волк? Волк тебе больше понравился? Друзья, голосуйте в комментариях, кто вам понравился больше всего. Смотрите, у Волка, у него вот, он может какать. Вот он хвостик может приподнять. Может носик опустить. Он может ножки типа вот так, хоп, сделать. Сидеть. Да, сидеть может. Может, наоборот, ножки назад. Чуть-чуть типа я вою на луну вот так привстать. Он может головой крутить в разные стороны. Вообще, достаточно классная штука. Вот давайте его посадим на попочку. Хоп, вот он сидит в засаде. К примеру, ждет. Когда вот этот чувак выйдет, такой он идет. Ау-ау-ау. И он ему... И он сразу же стал этим акробатом. Смотри, как он умеет прыгать. Слушай, он такой сбитый. Он, знаете, очень плотный, прикольный пластик. Вот мне прям нравится. То есть он прям в натуре может делать сальтухи какие-то. Вот так. Фу. Фу. Он похож на акробата. Ему турник надо срочно. Посмотри, какой красавчик. Я этим фигуркам ставлю пятерочку. Прикольные фигурки, только вот надо в нюансах разобраться, чтобы все правильно собрать. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Закупач Милана и Халк Хью Хоган. И Волк. Давайте придумаем имя в комментариях для Волка. Как бы вы его назвали? Я его назвала это... Забылка. Она забыла. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok